здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим о книге апология истории марка блока я читал ее в вот таком покетбуке но как вы можете заметить толщина книги как бы не соответствует тому что ее читали это потому что я вот с этой книги я очень долго не мог понять как мне читать книги которые мне вроде бы интересно прочитать а с другой стороны не хотелось бы тратить время допустим сидя где-то за столом и когда я могу сидя за столом читать какие-то другие более интересные или более значимые книги для меня я долго размышлял над этим и пришел к такому решению что я покупаю такие книги в покетбуках но я покупаю не один экземпляр а два один экземпляр я кладу себе библиотеку чтобы он был как книга а второй экземпляр я разорвал вот тут кстати не не все страницы потому что часть страниц где-то потерялась но ничего страшного у меня есть целый экземпляр и если сравнить по толщине то даже вот этот неполный распушенный покетбук он будет толще чем не распушенный и вот так читать эту книгу оказалось намного удобнее потому что я мог взять с собой не целый покетбук а 10 20 страниц сложить их они даже складываются легко потому что я их уже складывал и эти листы здесь есть сгиб если их присмотреться и удобно брать с собой допустим ну захотел пойти куда-то погулять притомился сел на лавочку почитал сколько прочиталось 10 10 страниц 15 15 ничего страшного и пошел дальше потом те которые я страницы прочитал я приходил домой откладывал брал новые из не начатой пачки и так потихоньку я эту книгу осилил теперь собственно что же тут такого в этом марки блоки все мы со школы знаем течение истории начинаем ее изучать с древней грекции точнее сказать все и мифов потихоньку переходя к древнему риму и ладе или нам и так далее и дальше это идет византия священная римская империя и дальше мы потихоньку движемся к современности через феодализм средневековья через феодализм на руси который почему-то которому уделяется очень мало внимания по сравнению с феодализмом средневековья если мы среди на средневековье мы сидим чуть ли не три три два три года мы мы сидим на средневековье то на всю историю россии у нас уходит всего два года в 10 11 классе причем это все не не очень глубоко это все по верхам и вот хотелось найти какую-то книгу которая дает метод исторический то есть почему историки выбирают для того чтобы излагать в школе именно эти они другие века именно эти события они другие события и наверное для тех кто начинает интересоваться историей апология марка блока будет одним из тех кирпичиков которые дадут как раз вот эту базу или же если вы хотите по-настоящему связать свою жизнь с исторической наукой то эта книга является безусловно вашей первой книгой по исторической методологии уже потом можно интересоваться другими авторами и тойнби и низби там и забыл как его зовут закат европы шпенглер и так далее и со временем если вы идете по пути познания именно истории как науки то выдать докопаетесь и до более глубоких авторов которых я не знаю что естественно потому что я по образованию не историк и истории начал интересоваться недавно и скорее всего этот интерес угаснет вот сейчас я прочитал марка блока еще я прочитал постижение истории арнольда тойнби и скорее всего я не буду 2 том читать который забыл как называется неважно и и не сбиты читаю сейчас прогресс история идей и скорее всего на этом мое историческое образование закончится ну и плюс конечно то что я узнал из школьного курса в этом в этой книге французский историк марк блок обосновывает как легитимность своего ремесла право историка в частности и моральное заниматься тем чем он занимается так и полезность профессии историка в системе общественного труда но сколько не было высокий статус историка позволяющий ему претендовать на особую внутреннюю автономию в своих исследованиях прошлого он не вправе отстраняться от проблем современной действительности предметом исторического исследования согласно концепции автора является человек во времени автор исходит из позиции о том что создание человека не является единым на протяжении времени а изменяется под воздействием тех или иных факторов и историк необходимо эту разницу учитывать содержание этой книги такое апология истории или ремесло историка так можно широко озаглавить эту книгу посвящение введение глава 1 выбор историка история и люди историческое время идол историков границы современного и несовременного понять настоящее с помощью прошлого и понять прошлое с помощью настоящего глава 2 главные черты исторического наблюдения свидетельство передача свидетельств глава 3 очерк истории критического метода разоблачение лжи и обмана очерк логики критического метода глава 4 судить или понимать от разнообразия человеческих фактов к единству сознания терминология глава 5 несколько примечаний сделанных рукой марка блока изначально марк блок планировал написать от восьми до десяти глав но жизнь распорядилась иначе он уже на пути к созданию этого труда его вот этот замечательный исторический путь как историка он был прерван тем что началась вторая мировая война германия захватила францию и марк блок попал в плен и он оказался отрезанным от своих черновиков своей библиотеки и вот этот труд он пишет на память то есть то что он успел запомнить у себя в голове он на основании этого запомненного материала и это что он успел для себя обобщить из того что он успел изучить он излагает в этой работе и построена книга таким образом в отличие от других исторических книг и вообще от другой любой серьезной литературы по другим наукам неважно по каким тем что сам марк блок не делает ни одной подстрочной слон по страничной сноски подстрочной сноски он не дает в кавычках ссылки на предыдущих авторов и вот для редакторов которые потом редактировали его труд поскольку он не успел его закончить это оказалось поистине тяжелой работой потому что нужно было каким-то образом найти первоисточники на которые он ссылается чтобы проверить насколько достоверны были те указанные им по памяти воспроизведенные материалы и чем еще отличается это издание в том что здесь нет ни списка литературы не после страничных комментариев которые обычно помещаются в конце книги про комментарии я уже выше сказал потому что автор их сам не оставил а а вот как он обосновывает отсутствие ссылок на литературные источники насколько насколько я помню он кажется говорит в своем посвящении или введении что если вы интересуетесь историей то все эти отсылки вам будут ясны неважно куда он отсылает на древнюю грецию древний рим священную римскую империю и так далее по ходу александра македонского какие примеры он приводит если он говорит если вы историк то вы узнаете материал этот и сможете найти это в тех источниках которые общеизвестны да если бы он прожил чуть побольше времени если бы не попал в плен то возможно мы были имели один из самых монументальных и качественных трудов по методологии истории о том что является историческим знанием что не является историческим знанием что является современным и несовременным и так далее и даже несмотря на такой урезанный труд небольшой с ним стоит познакомиться стоит познакомиться возможно не в начале средней школы но если вы уже хотите связать свою жизнь с историей исторической наукой поступать на исторический факультет то уже ближе к этому конечно эту книгу следует прочитать к тому же она небольшая здесь всего ну чуть больше будет 250 страниц читать по 10 страниц в день ну текст достаточно средней средней сложности 10 страниц в день 25 дней это меньше месяца уйдет на это а 10 страниц это по полчаса полчаса с утра проснулся 10 10 страниц почитал закладку оставил и пошел заниматься своими делами через 25 дней книжка будет прочитана если оставлять комментарии где-то на отдельном листе бумаги или в тетрадке с комментариями если вы такую ведете ну пусть не 25 дней пусть 50 дней 5 страниц прочитываете 15 минут и 15 минут пишите ваше впечатление почему вы не что-то большее сказать по этой книге сейчас я не считаю необходимым если вам действительно интересно то можете с ней ознакомиться это был обзор марка блока апологии истории точнее сказать даже не обзор а скорее мои 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 впечатления и отзыв на этом я с вами прощаюсь подпишитесь на канал поставьте лайк напишите комментарии если хотите задать мне вопрос какой-то и желаю вам всяческих успехов и до новых встреч